Здравствуйте! В эфире программа «По существу» и сегодня у нас в студии депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Думского комитета по образованию Алена Рашинова. Алена Игоревна, добрый вечер. Добрый вечер. Начался новый рабочий год в Государственной Думе. С чего он начался и какие задачи вы ставите себе на этот год? Ну, во-первых, действительно мы открыли осеннюю сессию, уже прошло несколько пленарных заседаний. Сейчас основной наш проект закона, который мы будем рассматривать, это федеральный бюджет. Уже началась работа над ним, уже правительство внесло проект закона и сейчас мы, возвращаясь с региональной недели, буквально с первых же пленарных заседаний начинаем над ним работать. Сейчас уже понятны все параметры бюджета и, что приятно, у нас есть небольшой, фиксируется небольшой рост доходной части. Фактически сейчас по проекту это 15 триллионов 247 миллиардов и он будет увеличиваться примерно на полтриллиона ежегодно. Поэтому вот такой проект заложен у нас на три года вперед. Что касается расходной части, то она тоже увеличивается, тоже есть, фиксируется у нас дефицит бюджета, но с каждым годом он будет сокращаться. Сейчас я думаю, что в любом случае все страны мира принимают дефицитные бюджеты и по мере исполнения бюджета поступают дополнительные источники и выправляется ситуация. Что касается самих подробностей об этом бюджете, то самая главная, наверное, норма – это выполнение просьбы президента. Он поставил задачу Государственной Думе, правительству поднять минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Это очень важно, это будет сделано как раз в несколько этапов за эти три года. И для нас важно выполнить эту норму, ее давно просят уже и жители. Это совершенно понятная очевидная для всех задача и очень хорошо, что сейчас правительство нашло на это деньги, источники финансирования. Затем хочется подчеркнуть, что у нас же принята очень хорошая программа развития образования. У нас вообще весь федеральный бюджет программный. И для нас важно, чтобы деньги распределялись качественно, чтобы была эффективность. И кроме того, чтобы деньги расходовались понятно, прозрачно. И за счет чего можно увеличить расходы на образование? За счет переброса, как мы это уже делали, за счет переброса с других статей, которые неэффективно расходовались, на нашу часть. Что мы просим? Мы просим увеличить статью расходов на строительство школ. Потому что мы хотели к 2025 году решить проблему второй и третьей смены. С таким темпом финансирования в 25 миллиардов рублей в год, что уже дважды было у нас выделено, мы не успеем ее выполнить. Поэтому сейчас наш комитет по образованию во главе с Вячеславом Никоновым будет отстаивать увеличение. И я надеюсь, у нас это получится. Очень важно обратить внимание также на то, что Чувашская Республика уже также несколько раз участвовала. Отметим хороший опыт детских садов в таких масштабных программах. И у нас много детских садов построено. Я курировала как раз на территории всей Российской Федерации этот проект. Сейчас у нас массово строятся школы. У нас уже на улице Гладкова построена школа. И с 1 сентября пошли дети. У нас строится в Цивильске замечательная школа. Я надеюсь, что весь план, который был утвержден главой республики Михаилом Игнатьевым, будет выполнен. И должны быть построены, реконструированы 32 здания школы. Это очень масштабная программа. И республике нужны деньги. Поэтому, конечно, мы сделаем все возможное, чтобы удвоить как минимум эту строчку. Какие еще проекты важны для наших избирателей? Это видимые изменения. Это театры малых городов. Это малые города до 300 тысяч жителей. И, конечно, очень важно, что театры... Вот, например, я была в театре «Мим. Дождь». Очень хороший театр, который единственный профессиональный молодой театр в Фриволжском округе, который использует жанры пантомима, клоунада. Но очень здорово. Они получили фактически 6 миллионов рублей, 5,5 из которых федеральные, и полмиллиона рублей – это республиканские. И такие очевидные изменения. Это световое оборудование, звуковое оборудование. И у нас уже несколько таких хороших проектов. Это сельские ДК, например. У нас уже отремонтированы десятки фактически сельских домов культуры. И еще будут отремонтированы. То есть мы приняли эти все проекты на несколько лет. Мы сейчас увеличим фактически на 5 миллиардов рублей. Очень важный проект – это городская среда. То есть это благоустройство дворов. Это все то, чем жители были недовольны. И говорили нам избиратели, посмотрите на наши дворы, а вот театры, а вот дома культуры, а вот в селах нам негде. То есть это все наказы избирателей? Все наказы избирателей. И для нас очень важно, чтобы именно приоритеты жителей отражались в федеральном бюджете в качестве конкретных строчек. Это миллиарды рублей. Поэтому мы постараемся, чтобы эти программы все продолжались. И более того, мы постараемся увеличить этот бюджет. А Чувашская республика уже попала в перечень нового проекта. Это проект театра детям. И поэтому несколько миллионов рублей поступит в Чувашскую республику. И вот теперь и детские театры у нас будут получать такую поддержку. Поэтому... Получит финансовое внимание. Да, финансовое внимание – это то, что нужно. Я понимаю, что наши артисты, актеры, деятели культуры – это фанаты своего дела. Но, конечно, все должно держаться не только на их плечах. Очень важно их финансово поддержать. Алена Игоревна, давайте вернемся все-таки к утрасле образования. Возвращение врачей в школы – это вот одно из направлений, одна из задач, которые вы ставите перед собой и весь комитет по образованию. Раньше медики были в школах и в детских садах. Хорошо, я только помню. Поэтому хотелось бы, чтобы это время вернулось. Более того, чтобы был понятный расчет, насколько детей у нас вводится медицинская сестра при сохранении льготного стажа и прочее-прочее. То есть есть особый перечень, который важен для медицинских сотрудников, работающих в сфере образования. И это все нужно учесть. Мы провели обсуждение, мы подготовили большой пакет предложений. Мы нашли противоречия в приказах Министерства здравоохранения. Мы нашли недостатки самого закона об образовании, закона о здравоохранении. И сейчас совместно с Дмитрием Анатольевичем Морозовым, председателем комитета по здравоохранению, мы готовим внесение большого законодательного изменения, который бы предоставил эту возможность вернуть врачей в образовательной организации всех уровней. Вы говорили о том, что хотели бы обратиться к министру транспорта. Я обратилась к нему, да. Действительно, у нас была встреча с министром транспорта Максимом Соколовым. И я задала ему такой вопрос. Мы же все знаем, стоим в этих пробках здесь, и есть участок дороги М7, который идет через наши города, Чувашские. Это федеральная дорога, и хотелось бы, чтобы в обход наших городов был построен участок. Участок у нас переполненный этот. Фактически 40 тысяч автомобилей нагрузка, и это с 643 по 661 километр. Вот этот участок по меркам финансовым, это очень большой участок считается. Поэтому мы попросили обратить внимание министра на то, чтобы они помогли республике профинансировать проектирование, строительство этого участка, чтобы они взяли это в свою программу целевую, чтобы можно было это исполнить. Ну, сказали, что сейчас достраивают те проекты, которые уже начали, и очень сложно попасть на ближайший год, потому что они будут завершать, они не будут дополнительно пока брать новые проекты, но в 2020 году сказали, что это реально. Но я думаю, что мы не будем откладывать до 2020 года, будем напоминать о себе и попробуем встроиться гораздо раньше. Но он согласился с тем, что это нужно, потому что, ну, во-первых, это дополнительные неприятные обстоятельства аварии и нервы и так далее. Поэтому я думаю, что будем пробивать эту возможность. Я знаю, что Михаил Васильевич занимается этим вопросом. Поэтому со всех сторон будем заходить. Успеха. Да, спасибо большое. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршенова. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!